Всем привет, меня зовут Илья Бунин и сегодня я расскажу вам о 7 актерах, которые издевались над своим здоровьем, невероятно худели, жирели и все это ради того, чтобы достойно сыграть свои роли. Погнали! Крис Хемсвард в сердце моря. Все уже давно привыкли воспринимать австралийца Криса Хемсварда как типичного плейбоя, да и роли у него всегда соответствующие. Светловолосый, подкачанный красавчик с голубыми глазами крепко завоевал множество женских сердец, но для съемок в прошлогоднем фильме «В сердце моря» ему пришлось конкретно поработать в обратную сторону. Для роли затерявшегося в океане моряка Крис конкретно оброс и нехило так сбросил свою мышечную массу, превратившись из лощенного брутала в дрыщеватого бомжа. По словам самого Хемсварда, все актеры, задействованные в сценах с выживанием, во время съемок сидели на строгой диете, потребляя по 500 калорий в день. Это, к слову, для такого быка, как Крис, вообще ни о чем. Крис назвал эту диету «затерянной в море» и заявил, что никому не стал бы ее советовать. Крис Прэтт «Стражи Галактики». Думаю, что с этим американским актером, которого тоже зовут Крис, большинство европейских зрителей познакомилось после премьеры «Стражей Галактики». Так что многие, скорее всего, ассоциируют его с образом Звездного Лорда, эдакого нехило подкачанного и вечно хохмящего раздолбая. Но немногие вспомнят его старые роли. Что если я вам скажу, что большую часть своей жизни актер был пухлощеким обладателем пивного пуза? Я на самом деле вообще не очень представляю, каким образом он в таком видео умудрился попасть в предварительный каст, да еще и выиграть его. Как бы там ни было, для получения роли Звездного Лорда Крис проделал огромную работу. Он на протяжении шести месяцев не вылазил из зала и в итоге сбросил аж 27 килограмм, превратившись из забавного толстячка в полноценного конкурента предыдущего Криса. Реально, вы только сравните его до и после. Такое ощущение, что для этой роли он качался всю свою жизнь. Том Хэнкс «Изгой» Возвращаясь к теме затерянных в море мужиков и прочих выживальщиков, нельзя не вспомнить Тома Хэнкса и его роль в фильме «Изгой». В 90-х актеру уже приходилось сбрасывать десятки килограмм ради перевоплощения в образ больного спидом Гия в фильме «Филадельфия». Но «Изгой» потребовал куда больше моральных и физических испытаний. Всего за 4 месяца и без того не особо толстый Том Хэнкс похудел на те же 27 килограмм, которые пухлый Крис Претт сбрасывал полгода. Для этого актер сидел на жесточайшей диете, о которой до сих пор вспоминают с ужасом. Так что в фильме его бомжеватый вид украшает настоящая шевелюра и борода. Для того, чтобы актер проделал с собой все эти издевательства, работу над фильмом пришлось остановить на целый год, по истечению которого Хэнкс находился в крайне подавленном состоянии. Режиссер «Изгой» Роберт Земекис по этому поводу сказал, что именно настроение и нужно было для подобного образа. Поэтому герой Тома Хэнкса получился таким искренним. Ну тут ничего и не скажешь. Потрясающий фильм и потрясающая актерская самоотдача. Эмиль Хирш в «Диких условиях». Примерно в таких же «Диких условиях» оказался не самый известный американский актер Эмиль Хирш, который сыграл главную роль в фильме Шона Пена в «Диких условиях». Картина, поставленная по биографии выживальщика Кристофера Маккендлесса, потребовала от Хирша сыграть в ту же самую игру под названием «Почувствуй себя голодающим бомжом». Как и Крис Хемсворд с Томом Хэнксом, актер голодал, обрастал и стязал себя физическими нагрузками, в результате которых потерял 18 килограмм. Съемки проходили в тех же местах, где разворачивались события реальной истории. Так что Эмиль Хирш в буквальном смысле слова оказался в шкуре своего прототипа. Мэтью МакКонахи «Далласский клуб покупателей». Как можно понять из вышесказанного, трудно быть бомжом и выживальщиком. Но изображать умирающих спидозников отнюдь не легче. И фильм «Далласский клуб покупателей» представил нам сразу два примера. Главным из них стал, конечно же, исхудавший Мэтью МакКонахи, получивший за свои мыторства золотую статуэтку. Актёр, который всегда старался держать себя в хорошей физической форме, похудел на 22 килограмма и даже без грима стал слегка походить на реально больного человека. Постоянный голод, слабость и живописные темные круги под глазами дополнял не самого приятного вида грим. Тем не менее, все эти трудности не помешали актёру показать блестящую игру, за которую он заслуженно был осыпан наградами. Джаред Лето, глава 27. Партнёром МакКонахи в том фильме был известный актёр и музыкант Джаред Лето, который всегда славился своей тягой к регулярной смене имиджей. Как и Мэтью, Джареду пришлось серьёзно похудеть для роли больного трансвестита. Правда, не на 22, а на 30 килограмм. На фоне потажного грима и естественной худощавости актёра, такая потеря в весе оказалась не столь заметной, хотя Оскара проделанная работа действительно заслуживала. Но куда более интересной в этом плане выглядит не самая известная работа Джареда Лето в фильме «Глава 27». Для того, чтобы сыграть роль убийцы Джона Леннона, актёру пришлось не на шутку разжиреть. Он набрал аж 30 килограмм лишнего веса. Для этого Джаред напирал на фастфуд и вредные соусы, мешал мороженое с маслом и жрал прочую дрянь. В итоге у него начались нешуточные проблемы со здоровьем. Так что во время всего съёмочного процесса актёр находился под пристальным вниманием врачей. В частности, из-за такого образа жизни Джаред подхватил подагру. А для того, чтобы вернуться к своему естественному виду, ему потребовался целый год. Лето бешеный тип, конечно. Райан Гослинг. Милые кости. Господи, вы когда-нибудь видели жирного Гослинга? Да, было время, когда этот актёр был похож на 40-летнего российского туриста из Нижневартовска, который приехал погреть пузо на турецком побережье. Как и Джаред Лето, Гослинг набрал лишнюю тридцаточку для роли в кино. Но у него история куда интересней. Дело в том, что актёр был приписан к проекту «Милые кости», где должен был сыграть отца погибшей девочки. По мнению Гослинга, именно так должен был выглядеть убитый горем родитель. Но режиссёр фильма Питер Джексон считал по-другому. Когда актёр явился в таком виде на съёмке, разразился нешуточный скандал. В итоге, вместо него к проекту в срочном порядке подписали Марка Уолберга. А сам Гослинг остался без работы в компании 27 килограмм жировых отложений. Конечно же, ему в срочном порядке пришлось приводить себя в должный вид, чтобы надолго не вываливаться из голливудской обоймы. Да уж, дорогая самодеятельность получилась, ничего не скажешь. Ребят, на этом всё. Надеюсь, вам понравилось видео. Ну а можете далеко не убегать и посмотреть 10 несостыковок Пятых Пиратов Карибского моря или один из моих свежих обзоров премьер-фильмов. И не забывайте, подписывайтесь на канал и мои паблики, чтобы не пропускать всё самое интересное из мира кино. До скорого. Пока.